В Махачкале 13.45. В студии Светлана Свет-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Сегодня Сергей Меликов в Магарамкенском районе. Глава региона знакомится с ходом реконструкции многостороннего автомобильного пункта пропуска через госграницу Ярак-Казмоляр и функционированием пунктов пропуска Гарах-Новафиля-Тагиркент-Казмоляр. Глава Дагестана провел совещание по вопросам организации гуманитарной помощи жителям Палестины. Было отмечено, что буквально в течение нескольких дней планируется собрать первые 30 тонн помощи, куда войдет все самое необходимое – теплая одежда, одеяло, продукты питания, перевязочные материалы. Сбор будет проходить через проверенные фонды, которые имеют большой опыт и уже помогали множеству людей. Это чистое сердце и инсан. С доставкой до места назначения поможет МЧС России, которая выделит специальный борт. Сегодня на площадке РИА Дагестан прошла пресс-конференция. Министр цифровизации Юрий Гамзатов рассказал о подготовке к Каспийскому цифровому форуму, который пройдет в республике с 16 по 18 ноября. Заседание Оперативного штаба по устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов прошло под руководством председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова. Обсуждались вопросы бюджетной политики, неформальной занятости, ввода в эксплуатацию объектов здравоохранения, готовности к осенне-зимнему периоду, а также ход проведения капитального ремонта школ. Заседание Оперативного штаба по устойчивости развития экономики Дагестана с учетом внешних факторов началось рассмотрение вопроса о бюджетной политике. Главный финансовый документ целого региона формируется в непростых условиях и требует детального подхода, отметил председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. По данным Минтруда России, неформальную трудовую занятость в республике осуществляется в веществе 330 тысяч человек. Последствия такой занятости достаточно серьезные, прежде всего это снижение налоговых поступлений, уровня социальной защищенности, рост коррупции и так далее. Вы о них знаете лучше, чем я. Поэтому будем бороться с этими явлениями по всем направлениям. Возможности бюджета республики напрямую зависят от поступления налогов, которые значительно увеличатся, если сократить число неформальной занятости среди населения, особенно в районах, где в зону риска попадает малое предпринимательство. В нашей оценке основная зона риска неформального сектора в республике – это малое предпринимательство, в основном в сфере торговли и общепита, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ремонт. Таким образом, вопрос снижения неформальной занятости – это комплексная работа всех государственных структур. Меры по борьбе с теневым трудовым доходом обеспечиваются в республике в рамках осторожных карт. По данным мониторинга, уже на 8 ноября в официальный сектор переведено более 20 137 работников. О подготовке к осенне-зимнему периоду подробно доложил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Артур Сулейманов. Котельные и тепловые пункты работают в штатном режиме. Имеется необходимый запас угля, дров и мазута. Задачи, стоящие перед муниципальными образованиями, выполнены. По данным проводимого министр строительства мониторинга, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства республики к сезонной эксплуатации по состоянию до 10 ноября составляет 100%. В городах и районах отремонтировано 13 миллионов квадратных метров жилищного фонда. Это 100% от запланированной площади. На все квартирные дома получены паспорта готовности. Подготовлено 472 котельных, это 100% от котельных, которые есть в республике. 18 центральных тепловых пунктов, 100% также выполнены. Капитальный ремонт 230 километров водопроводных, 36 километров канализационных и 24 километров тепловых сетей в трудном исчислении. Однако вместе с тем, проблемой для региона по-прежнему остаются сбои в электроснабжении. При поддержке правительства России работа по реконструкции и замене электросетей в Дагестане уже началась. С учетом федеральной субсидии в размере 1,2 млрд рублей были увеличены объемы финансирования программы PowerSETI по подготовке КОЗП 2023-2024 годов с 50-46 млн до 1,75 млрд рублей. Это более чем трехкратный рост. При этом на город Махачкала, где фиксировались и пока еще фиксируется наиболее число технологических нарушений, было определено порядка 873 млн рублей. Я хочу подчеркнуть это в 10 раз больше сумм, запланированных изначально. В федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 9 млрд рублей на финансирование программ повышения надежности электросетей в комплексе Республики Дагестан. Реализация данных мероприятий позволит в значительной степени снять сетевые ограничения за указанный период и улучшить ситуацию с электроснабжением Республики в целом. Еще один вопрос повестки – ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения. В этом направлении работа ведется согласно плану мероприятий, но есть и отставания. Всего в рамках модернизации в Республике был запланирован ввод 87 быстро возводимых объектов. Введены все, кроме трех переходящих. Это столичная поликлиника номер 8, детская поликлиника номер 3 и ФАП в селении Хиндах Шамильского района. Председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал использовать все имеющиеся для завершения строительства и монтажа возможности, если потребуется, из резервных запасов. В минеральных водах состоялся круглый стол по развитию железнодорожной логистики на юге России. И у Дагестана здесь ключевая роль в условиях геополитических сдвигов. Об этом заявил в своем выступлении заместитель председателя правительства Республики Резван Газимагомедов. Все сейчас идет на юг, и Российская Федерация сейчас позиционирует развитие всех международных коридоров, в частности север-юга, он становится приоритетным. Задача стоит, что к 50-м годам уже 100 миллионов грузооборот мы добрали. Сейчас, например, каждый год динамично развивается, после ковидной истории, у нас, например, РЖД на 17%, 12-17% ежегодно наращивают. Морской порт развивает от 12% до 25%, автомобильная перевозка развивается от 25-30%. Поэтому, если, например, 5 лет назад у нас грузопоток 12 миллионов тонн был, уже мы надеемся, что уже в этом году будет 17 миллионов тонн, через 25-м году уже до 27 миллионов тонн дойдем, и в 30-м году в проектах Минэкономразвития, прогнозах Минтранса России, и мы так думаем, до 37 миллионов тонн в год по север-югу будет проходить. Так что это уже существенный задел. Это общая заделка? Да. РЖД, конечно, здесь модернизация, вы знаете, по всей стране идет, особенности, в частности, касаемо СКЖД и по территории Дагестана. Это реконструкция, во-первых, Самур, два. Новая, значит, мощная станция на границе с Азербайджаном будет построена, проектирование идет полным ходом. Также идет реконструкция Дербенского железнодорожной станции и Махачкалинской, конечно. Махачкалинский узел, он связан и с морским портом, там нужно будет пути, которые идут в порт, надо их модернизировать, проект проектируется, и до конца 27-го года они должны быть все завершены и объединены. В Пятигорске прошел окружной финал пятого сезона конкурса «Лидеры России» для управленцев Северокавказского федерального округа. Всего в оргкомитет конкурса поступило почти 4,5 тысячи заявок. Его участниками стали около 90 управленцев из всех семи регионов Северокавказского федерального округа, которые успешно преодолели дистанционный этап и выполнили региональные задания от глав регионов. В первый день участники провели уроки лидерства для школьников, встретились с экспертами кадрового агентства «Россия – страна возможностей», прошли собеседование с крупными работодателями и пообщались с финалистами прошлых сезонов. В число победителей окружного финала попали дагестанцы Иван Родионов и Залимхан Алиев. По итогам окружных финалов определяется 300 суперфиналистов пятого сезона. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев станут известны в следующем году. Участники конкурса считают подобный смотр хорошей школой не только для победителей. Конкурс «Лидер России» для меня является, первое всего, процесс расширения круга общения, возможность выйти из зоны комфорта, встряхнуть себя, держать себя в тонусе, заметить свои слабые стороны, наметить точки роста и работать над собой. 26 ноября федеральным движением «Поддержка курса президента» при поддержке Миннации региона проводится презентация рукописного Корана, который переписал художник-каллиграф из Дагестана Сулеймен Ашерлаев. Мероприятие уникально тем, что за последнее столетие в России не было случая ручного переписывания священного Корана. Первый всероссийский конкурс хоровых дирижеров имени заслуженного деятеля искусств России Рамазана Гаджиева состоится в Дагестане. Проект, посвященный памяти выдающегося дирижера, призван выявить ярких и талантливых хоровиков, стимулировать творческий интерес в выбранной профессии, способствовать профессиональному росту. В Махачкале завершился пятый по счету турнир по футболу Кубок Кахиба. В этом году соревнования между командами из высокогорного села Шамильского района были посвящены памяти военнослужащего Каспийской флотилии, кавалера Ордена Мужества Посмертно Гетихмадибира Джамаладзинова и других участников СВО, погибших при исполнении воинского долга. На финальных играх присутствовала Патимат Сулейманова. Традиционный турнир по футболу Кубок Кахиба в последние годы перерос формат спортивного соревнования, обретя статус народного праздника для жителей и выходцев из села Кахиб и ближайших поселений. Более ста спортсменов из восьми команд в этом году выявляли сильнейших на футбольном поле стадиона «Спартак». Можно сказать, такой юбилейный у нас турнир, пятый год. И мы его проводим в честь Джамалдина Гетихмадибира Гастанбековича. Наш брат, он тоже очень любил спорт, играл в футбол, вместе с нами также здесь присутствовал на поле. Но, к сожалению, он отдал свою жизнь на поле боя, героически погиб на специальной военной операции. Конечно, несомненно, мы сразу не раздумывали организовали данный турнир в памяти его. Жизнерадостный, надежный и отважный. Так отзываются о Гетихмадибире, Джамаладинове, его относильчане и боевые товарищи. Связать свои жизни с военным делом Гетихмадибир решил сразу после прохождения срочной службы. Работал по контракту в 177-м отдельном полке морской пехоты ВМФ России. Был кандидатом мастера спорта по вольной борьбе и очень любил играть в футбол. Футбол тоже он любил. На футбол ходил, по вечерам. Очень спортивный радостный человек. Ему было с кого брать пример. Дедушка Гетихмадибира прошел всю Великую Отечественную войну. После начала специальной военной операции мужчина принял твердое решение встать на защиту интересов и безопасности страны. В июле этого года, во время боев в Запорожской области, Джамаладин погиб от осколочного ранения. У него остались жена и трое сыновей. Мы должны помнить таких ребят. Про них нельзя забывать. Это ребята, которые сегодня с риском для жизни выполняют боевые задачи по искоренению неофашизма. То, что наши предки не добили в период Великой Отечественной войны. Теперь сегодня получается. Нам приходится этим заниматься. Турнир стартовал 24 октября. Команды сыграли 7 туров. По итогам ярких футбольных баталий победителем соревнований стала одноименная команда «Кахиб». Но самая ожесточенная борьба развернулась во время матча, в котором определялись обладатели второго и третьего места. Подгоняемые ярой поддержкой болельщиков, игроки команд «Гурзип» и «Багдаб» выдали матч украшения турнира. Победителем в дуэли вышла команда «Гурзип», забившая два безответных меща оппонентам. Для одного села провести такого масштаба турнир это дорогого стоит, я думаю. Поэтому паркал нашим старшим, которые для нас это организовывают, это очень словами не описать, как приятно здесь играть, находиться. И очень я рад, горд, что я с этого села. Радостные эмоции болельщикам подарило и подрастающее поколение. Завершали турнир юные игроки «Гурзипа» и «Багдаба». Но в отличие от игры старших товарищей, в этом матче футбольная фортуна была на стороне спортсменов из команды «Багдаб». Мальчики победили со счетом 3-1. Финальным аккордом 20-дневного турнира стала яркая церемония награждения. Победители призером соревнований были вручены кубки, медали и грамоты. Специальными призами были отмечены отдельные игроки, чья воля к победе не оставила равнодушным никого. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам республики без осадков, местами туман. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, местами 15-20 метров в секунду. В горных районах юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 14-19 тепла, по горным районам 13-18, местами до 23 тепла. В Махачкале без осадков, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 тепла. Вода в море 17 градусов.